День веков Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов И я Юлианна Шахова Программа День веков хронограф поздравляет всех наших телезрителей, родившихся в этот день и желает вам счастья, удачи, крепкого здоровья и всего самого доброго 16 декабря в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых Иоганн Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовые лучи Николай Ватутин, российский генерал, командующий фронтами в годы Великой Отечественной войны И Лев Свердлин, российский актер, известный по фильмам «Цирк», «Повесть о настоящем человеке», «Неуловимые мстители» Джордж Сантояна, американский философ, поэт и писатель, написавший «Последний британин» и «Золтан Кодой», венгерский композитор, известный своим произведением «Харри Януш». Родион Щедрин, русский композитор, известный произведениями «Звоны», «Фрески Дионисии», «Кармен Швита» и «Макс Линдер», величайший комик мирового кино. Георгий Сверидов, русский композитор, среди его произведений такие, как «Патетическая оратория», «Курские песни», «Весенняя кантата» и Нина Алисова, русская актриса, известная по фильмам «Беспредальница», «Тени забытых предков», «Железный поток», «Сильва». Сегодня 16 декабря. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день мировой истории произошли следующие события. В 1653-м была принята Конституция Английской Республики, и Оливер Кромвель стал лордом-протектором. И в 1773-м произошло «Бостонское чаепитие», эпизод из истории борьбы североамериканских колоний Англии за независимость. В 1838-м в Южной Африке произошла битва на Кровавой реке между Зулусами и вторгшимися на их территорию бурами. И в 1850-м в Новую Зеландию прибыл первый корабль с мигрантами. В 1917-м Центральная Рада объявила о печатании украинских денежных знаков. И в 1919-м Красная Армия вошла в Киев. В 1920-м советские войска разгромили основные силы Нестора Махно. И в 1922-м был создан Верховный суд Украины. В 1935-м Триумфальная площадь в Москве была переименована в площадь Маяковского. И в 1941-м советские войска отбили у фашистов Калинин. Сегодня 16 декабря. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в России в былые века. 16 декабря в 1696 году Россия отправила первую дипломатическую миссию в Западную Европу. Были назначены великие полномочные послы к цесарю в Польшу, королям английскому и датскому, к папе римскому, голландским штатам, к кюрфюрсту бранденбургскому в Венецию. Послами были назначены генерал и адмирал Франц Лефорт, генерал и комиссар Головин и думский диак Возницын. А в посольском приказе были подготовлены документы для аккредитации, верительные и полномочные грамоты. Канцелярию посольства составляли шесть подъячих и четыре переводчика, двое из которых, называемые толмачами, осуществляли устные переводы. Также был принят указ об отмене старорусского титулования государя в дипломатической внутренней переписке. В нем были такие строки. Впредь своих великого государя грамотах во все окрестные государства писать в начале посему. Божию милостью мы, пресветлейший и державнейший великий государь. Первым городом на пути следования была Рига, где Петр, первый путешествующий, кстати, инкогнито, совершил осмотр военных укреплений города. В Кёнигсберге государь получил первые уроки артиллерийского дела и заключил с Курфюрстом торговый договор. Опережая посольство, Петр добрался по рейну до Амстердама. Четырехмесячное пребывание в качестве корабельного плотника завершилось спуском на воду фрегата, а через год Петр перебрался в Англию, где продолжил совершенствовать свое мастерство, обучаясь военному делу и ремеслам. Будучи в Вене, Петр I преследовал политические цели договориться с канцлером Кинским об упрочении своих позиций в борьбе с Турцией, за сферы влияния на южных рубежах России. Но завершение миссии было прервано сообщением из России о бунте стрельцов. Петр был вынужден отменить поездку в Венецию и возвратиться домой. 16 декабря в 1887 году Владимир Ильич Ульянов принял участие в своей первой студенческой сходке. Установив связи с передовыми студентами, Ленин принимал активное участие в революционном кружке, который полиция характеризовала как кружок крайне вредного направления. Студенты решительно выступали против установления полицейского режима в университетах. 16 декабря 1887 года в актовом зале Казанского университета состоялась сходка студентов, требовавших отмены реакционного университетского устава, разрешение организации студенческих обществ, возвращение ранее исключенных учащихся. Владимир Ильич был одним из деятельных участников студенческого выступления. Попечитель Казанского учебного округа сообщил в департамент просвещения, что Ульянов бросился в актовый зал в первой партии, а инспектор университета отмечал его как одного из активнейших участников сходки, которого он видел в первых рядах. Уходя со сходки, Ленин одним из первых оставил свой студенческий входной билет. Надо сказать, что революционное выступление студентов серьезно встревожило казанские власти. Во дворе соседнего с университетом здания находился на готове батальон солдат. В знак протеста Ленин решил уйти из университета, и в декабре он написал на имя ректора следующее прошение. Не признавая возможным продолжать мое образование в университете, при настоящих условиях университетской жизни, имею честь покорнейше просить ваше преосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского университета. А вскоре по распоряжению казанского губернатора Ленин был арестован и заключен в тюрьму, а также в числе других активных участников сходки был исключен из университета. Ему было запрещено проживать в Казани, и в конце декабря он был выслан в деревню Кокушкино, после чего директор департамента полиции направил начальнику казанского жандармского управления такое указание. «Распорядитесь учредить строгое негласное наблюдение за высланным в Кукушкино Лаишевского уезда Владимиром Ульяновым». В ссылке Владимир Ильич изучал общественно-политическую и экономическую литературу, а также университетские курсы, читал журналы «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы» и произведения Некрасова. В 1891-м Ульянов сдал экстерном экзамены за юридический факультет при Петербургском университете. Сегодня 16 декабря, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях зарубежной истории в былые времена. 16 декабря в 1653 году была принята Конституция Английской Республики. Напомним, что внутри страны положение оставалось тяжелым. Англию разоряли неурожаи, падение производства, сокращение торговли, безработица. Новые владельцы земли не считались правами крестьян, и в результате начались гражданские войны. Страна нуждалась в реформе права и в Конституции, и в 1653 году гражданские войны в Англии получили свое логическое завершение. Был совершен государственный переворот, после чего генерал-майор Джона и его помощники составили новую конституцию английского государства. Которая и была принята 16 декабря 1653 года, по ней учреждались выборный однопалатный парламент, созываемый каждые три года, назначаемые пожизненно члены Государственного Совета и лорд-протектор как глава законодательной и исполнительной власти. Не диктатор, но первый слуга Содружества. Выработанная Конституцией была известна под названием «Орудие правления» и была нацелена на сосредоточение исполнительной власти в одном лице. В соответствии с ней Кромвель был провозглашен лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Редактор субтитров А.Семкин